Спонсор выпуска новостей – кредитно-потребительский кооператив «Городская кредитно-сберегательная касса». Все вкладывают, вкладывают, а я сберегаю. «Городская кредитно-сберегательная касса». Застрахованные сбережения до 25% годовых. Телефон 24 55 85. Здравствуйте! Время новостей на телеканале «Саратов-24». Меня зовут Жанна Марченко. Я и мои коллеги готовы рассказать вам о главных событиях к этому часу. Ходить негде. На улице Чернышевского перерыли новые тротуары. Деньги на ветер. Оно не настолько богато, чтобы так поступать. Как планируют решать проблему в дальнейшем, расскажу я, Анна Заболуева. Лечат не только ковид. Врачи новой инфекционной больницы рассказали, как проходят их рабочие будни. И показали современное медицинское оборудование. Солисты, дирижеры, конкурсанты из 15 музыкальных театров. Собинский фестиваль пройдет в 35-й раз. Чем удивят зрителя? Расскажу вам я, Екатерина Сулейманова. Какая температура на дворе ждет саратовца в среду 18 мая на Арину-Рассадницу? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. И переключайтесь. Ни пройти, ни проехать. На Чернышевского перекопали дороги и тротуары. Хотя асфальт обновили там только в прошлом году. А сейчас дорожки снова вскрыли для ремонта надподземных коммуникаций. Причем на некоторых участках ямы в ширину и глубину достигают нескольких метров. Анна Заболуева расскажет, как планируют решать эту проблему в нашем городе. Совсем недавно здесь был новый асфальт. Его уложили в прошлом году. А в этом вновь все перекопали на Чернышевского. Теперь участок улицы от Радещего до Соборной весь в ямах. И закапывать их никто не торопится. Одна из самых больших ям вырыта рядом со школой-интернатом номер 4. Тротуара здесь практически не осталось. Несколько метров нужно пройти по оживленной дороге, прежде чем выйти на безопасную пешеходную дорожку. С коляской здесь вряд ли получится пройти. К тому же ограждения стоят не везде. И можно легко упасть в глубокую яму. Крайне затрудняет это движение. Да вообще непонятно для чего. Нормально же все было. Ну ни к чему это дело все. Ну, как говорится, я хожу, видите как, я выхожу редко. Если будут копать, конечно, вокруг моего дома, вот здесь вот, то, конечно, будут проблемы. Чтобы не допустить таких проблем в дальнейшем, нужно согласовывать ремонтные и вскрышные работы, считает спикер Госдумы. Вячеслав Полудин заговорил об этом во время очередного визита в Саратов. Занимаясь вопросом благоустройства города, синхронизируя все эти работы. Потому что иначе деньги на ветер, а мы не настолько богаты, чтобы так поступать. В принципе, это недопустимо. У нас два района остались, где мы с вами ведем работу по ремонту тротуаров и восстановлению их. До сентября давайте договоримся, что вы программу реализуете. В этом году завершается ремонт тротуаров в Кировском и Заводском районах Саратова. Вячеслав Володин отметил, что местные власти должны продолжить эту программу. Перейти к пешеходным дорожкам в поселках и частном секторе, которые находятся не на балансе. И работы необходимо совмещать со строительством дорог. Агафоновка, нет тротуаров. У Лиши, там тоже обращение было. У ВЕК. Там тротуары, Романович, находятся не на балансе. Давайте мы с вами прочитаем необходимость строительства тротуаров, а лучшее совмещение строительства их с дорожками, чтобы один раз уже работа выполнена. Поймем объем необходимого финансирования, будем эти средства искать. В городе уже третий год продолжается большая работа по ремонту тротуаров. В прошлом году этот проект был реализован на 100% в четырех районах Саратова. Теперь жители Ленинского, Фрунденского, Октябрьского и Волжского районов могут в любую погоду ходить по качественному асфальту. Анна Забалуева, Олег Буанов, Саратов, 24. Не дают обмануть. В Саратове полицейские провели акцию для горожан. Рассказали о самых популярных уловках злоумышленников и пытались отучить людей не доверять мошенникам. Например, не сообщать данные из своих карточек и паролей из СМС. Их, впрочем, даже сотрудникам банка нельзя называть ни то, что неизвестным. Чтобы не стать жертвой мошенников при покупке товаров в интернете, правоохранители также напомнили, что нужно обязательно проверять отзывы о продавцах. Иначе дороже обойдется. Не звонили вам мошенники? Нет. Ой, без конца. И по телефону, и по сотовому. То это, то банки. Это то и то. У меня домашний телефон, стационарный. Он еще чаще. Так, он же есть дороже. А что хотят, не звонят, говорят? Ну, вот, вот. Денег вы не хотите. Переведите. Переведите. Я боюсь, я скорее всего. Так, а вы не переводили? Нет, вы что? Некоторые даже рассказывали ситуации, при которых их знакомые переводили денежные средства мошенникам. Поэтому будьте внимательны при покупках товаров в интернете. Не переводите свои денежные средства на резервные счета, о которых рассказывают якобы сотрудники банков. Не выдавайте свои персональные данные. Тем не менее, на уловки злоумышленников продолжают попадаться. Только в прошлом году саратовцы перевели мошенникам более 200 миллионов рублей. И количество преступлений только растет. Этой зимой один из пенсионеров и вовсе лишился 17 миллионов. Мужчина испугался кражи и перевел средства на так называемый безопасный счет. В целом же по Саратову раскрывается лишь каждое четвертое такое преступление. Поэтому полицейские и просят горожан не доверять незнакомцам. Лечат не только коронавирус, но и другие инфекционные патологии. Совсем недавно в Елшанке построили новую инфекционную больницу. Возвели ее по всем медицинским стандартам и закупили современное оборудование. Как говорят медики, за 4 месяца им удалось помочь более 3000 пациентов. Ежедневно эта цифра увеличивается. Ольга Герасимова расскажет о рабочих буднях инфекционки. Здравствуйте, как у вас дела? Сейчас лучше. В пятый день идем на поправку. Кашель и высокая температура. В свой еще не полный год Михаил из Татищевского района изрядно испугал родителей. Малыша вместе с мамой госпитализировали в инфекционную больницу. Однако, по словам Надежды, унывать поводов нет. В больнице врачи все замечательно. Они вежливые, ласковые. С малышом контактируют, приходят, улыбаются, спрашивают, как у него дела. Видите, он у меня общительный какой. У нас условия очень хорошие. Тут тепло, то есть комфортная температура. Меня очень удивила душевая кабина. То есть не во всех больницах есть душ. Питание хорошее, порции большие, нам достаточно. Манную кашу мы обожаем. И очень рады, что ее дают достаточно часто. Удобные современные боксы, внимательность врачей, новой инфекционной больницы. О преимуществах рассказывает и мама юной Софии. Женщина признается, благодаря профессионализму медперсонала, ребенок совсем не пугается людей в белых халатах. Врача от Бога. Да, дочь? Она не боится, ничего не плачет. Даже уколы колют. Герой. Я тут называю героем. Данная больница рассчитана на прием абсолютно всей инфекционной патологии. В настоящий момент времени мы видим снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но тем не менее, в настоящий момент времени все-таки она у нас превалирует. Из 303 пациентов у нас сейчас 197 пациентов, это дети и взрослые, страдающие новой коронавирусной инфекцией. Как отмечают медики, за время работы инфекционки, а это порядка 4 месяцев, они смогли вылечить более 3000 пациентов со всей области. Напомним, строительство инфекционной больницы в Елшанке развернули в разгар пандемии в мае 2020 года. Проект курировал Вячеслав Володин. Ольга Герасимова, Олег Буланов, Саратов, 24. На набережной космонавтов покажут оперу. Премьера состоится в день рождения Петра Первого, 9 июня. Так завершат юбилейный Собиновский фестиваль. Он проходит в области ежегодно и на этот раз снова порадует зрителей. Обещают много русской классики и конкурс вокалистов. Об открытии Собиновского и его программе в этом году подробнее расскажет Екатерина Сулейманова. Визитная карточка области Собиновский фестиваль состоится уже в 35-й раз. Его посвятили празднованию 350-летия со дня рождения Петра Первого. Об этом говорили на пресс-конференции на новой сцене Академического театра оперы и балета. Открытие будет 20 мая. Очень ответственно несет миссию сохранения и популяризации лучших произведений музыкального искусства, как отечественных, так и зарубежных авторов. Этот фестиваль у нас юбилейный, 35-й. Также в рамках этого фестиваля будет отмечаться вторая дата. Конкурс вокалистов в 25-й раз определит своего победителя. Порадует сарабского зрителя солисты Большого театра России, новой оперы Станиславского, Немировича Данченко, Театр Кремлевский балет, Геликон опера. Директор и художественный руководитель театра рассказали о программе 35-го Собинского фестиваля, назвали его «Вехи русской истории» и обещали много классики. Онлайн журналистами пообщались солисты Большого и Московского театров. Я буду исполнять 22 мая партию Марфы «Опере царская невеста». И всех с нетерпением жду, свою любимую родную саратовскую публику. С нетерпением жду встречи с каждым. И буду очень счастлива поработать с родной труппой. В программе произведения русской музыкальной классики разных жанров – оперы «Царская невеста», «Щелкунчик», «Князь Игорь» и балеты «Раймонда» и «Лебединое озеро», а также конкурс вокалистов. А завершится мероприятие галоконцертом. На набережной космонавтов запланирована премьера пяти фресок из оперы «Петр I». Полную версию покажут 1 октября на новой сцене. Екатерина Сулейманова, Роман Шельдяев, «Саратов-24». Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского, а сразу после продолжим знакомить вас с новостями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чтобы все это выросло, я работаю каждый день от зари до зари. Я выращиваю для вас хлеб, овощи, мясо. Все это стало возможным в том числе благодаря поддержке кооператива «Гарант Кредит». Сбережения, вложенные в сельское хозяйство, эффективно используются и могут приносить стабильные доходы. «Гарант Кредит». Телефоны в Саратове. 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды – сельскохозяйственный потребительский обслуживающий. Кооператив «Гарант Кредит». Выгодные программы по сбережениям сроком на три месяца. Здравствуйте. В среду 18 мая на Арину-Рассадницу. В Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове облачно с прояснениями. В отдельных районах возможны небольшие осадки и туман. Ветер западный, северо-западный. От двух до семи метров в секунду. Днем до плюс 17 градусов, а ночью до плюс четырех. Спонсор прогноза погоды – первый сосудистый центр лечения варикоза в Саратове. Согласно эпидемиологическим данным, в России варикозной болезнью ног страдают около 70% женщин. При данном заболевании теряется не только красота ног, но и их здоровье. Отеки, варикозные узлы, сосудистые звездочки, тяжесть в ногах. Вылечить варикоз можно, только удалив поврежденную вену. Избавиться от него помогут специалисты первого сосудистого центра. Процедура проходит быстро, без боли и наркоза. Возможно, рассрочка. Навсегда избавиться от варикоза можно по адресу улицы Челюскинцев, 68. Запись на прием по телефону 65 90 90, а также на официальном сайте первого сосудистого центра. В Саратове и Энгельсе небольшой дождь и ветер. Температура днем до 16 градусов, а ночью до 8, выше нуля. Атмосферное давление около 751 миллиметра ртутного столба. По приметам. Если на Арину идет дождь с перерывами, то ждали ухудшения погоды. А спонсор выпуск – оптово-розничная база строительных материалов «Мир сеток». Всем всего доброго. Берегите себя. До встречи. Когда мысль о стройке не отпускает. Когда все вокруг так и шепчет «Пора строить». Значит, время настало. Строить планы на будущее. Надежно, крепко и на века. Строить с оптово-розничной базой «Мир сеток». Товары для строительства и ремонта от производителя. Телефон 25-15-15. Россиянам начали повышать довольствие. Об этом сообщили аналитики Федерального банка данных зарплат. Специалисты изучили профессии, где уже произошла прибавка. Выяснилось, что в некоторых сферах она существенная, аж до третья. Например, сотрудникам сетевых магазинов уже начали платить на 10% больше. А в общем, до конца года готовы поднять оклады в каждой третьей фирме. В лидерах – IT-сфера. Там перерасчет может достигать 30%. Потому что в стране не хватает более полумиллиона специалистов. Требуются и так называемые «синие воротнички». За сложный ручной труд готовы прибавить до 20% к концу года. Лишь бы шли в профессию. Примерно на таком же уровне увеличивают зарплаты сотрудникам агрокомплекса и логистики. А также бытовых услуг. Дело в том, что в условиях кризиса работы прибавляются в автомастерских и ателье. Шансы на пересмотр получки есть у металлургов, нефтяников, газовиков и производителей электроники. Все за счет роста, продаж и импортозамещения. А вот офисные сотрудники теперь требуются реже. Из-за ухода иностранных компаний из России. Пострадали и сотрудники автосалонов. Во многих регионах они вынуждены были пойти на серьезное понижение, сообщили экономические обозреватели. Наш земляк снялся в российском сериале «Этерна». Актер Максим Метельников родом из Балакова. Профессиональному мастерству он обучался в театральном училище в Нижнем Новгороде. Он уже сыграл немало ролей в кино, несмотря на свой молодой возраст. Но именно сериал «Этерна», который называют русскими «играми престола», Максим считает незабываемым опытом. О съемках в этом проекте актеры скажут в рубрике «Без комментариев». Проект «Этерна» рифмуется в головах зрителей с «Игрой престолов». Лично для меня это, конечно, очень лестное сравнение. Исторические костюмы, шпаги. Мы занимались в зале, качались, готовясь к проекту. Мы занимались прекрасными постановщиками боев, братьями Мазуренко. У нас было раза три, наверное, фехтовальных репетиций в неделю. И вообще для кино это такая ситуация, чтобы были репетиции, чтобы была подготовка. Это достаточно редкая ситуация. А тут мы полностью погрузились в эту историю. И когда в итоге уже пошли съемки, в целом не было такого, что мы знакомились друг с другом. Все, вся команда уже была полностью собрана. И мы просто такие, да, давайте, все, погнали. Пуф. О главном к этому часу все. Следить за новостями вы можете и в наших соцсетях. Читайте телеграм-канал «Саратов-24». Ищите нас также во Вконтакте и Одноклассниках. До свидания. Спонсор новостей – городская кредитно-сберегательная касса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...